Сегодня мне хочется просто возвеличивать нашего Господа, говорить о Его величии, говорить о Его могуществе, говорить о том, что Он сделал для нас. Бог наш, Бог Богов. Удивительное слово, правда? Вот так вот Моисей сказал народу. Во Второзаконе 10.17 написано, «Ибо Господь Бог ваш, есть Бог Богов». И владыка, владык. Бог великий, сильный. И страшный. Который не смотрит на лица. И не берет даров. Интересное слово. Но мне сегодня хочется поговорить о том, что наш Бог есть Бог Богов. Он Господь господствующий. Что это нам говорит? Что это нам открывает? Не о том лишь, что есть господствующие, есть боги. Есть владычествующие. Вы знаете, что многими так принимается, что речь идет о земных начальствах. Но я хочу сказать не только о земных начальствах. Здесь говорится гораздо глубже. Что есть владычествующие, есть господствующие. Есть боги с маленькой буквы. То есть это статусы, которые получили силы. И получили они это от Создателя. Бог их так назвал. И тут указывается на то, что Бог над всеми ими господствующий. Что выше власти Бога нет никакой власти. Только лишь Бог Егова. Он безначальный. Они все имеют начало. Они когда-то стали быть. Но Бог над всеми ими Бог, потому что от Него они начали быть. Даже об Иисусе, как о Сыне Человеческом говорится, что Он соделался Господом. Бог, Бог господствующий. А Иисус соделался Господом. В Деяниях 2.36 говорится. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом. И Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Однако Тот, Который был в Нем, как мы с вами раньше тоже рассматривали, Который принял плоть Иисуса. Он имел статус Бога. И мы знаем, кто это. Слово Бога. У Иоанна 1.13 написано, в начале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бога. Оно в начале было у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И так, Тот, Который был на небесах, оставил небеса, сошел в плоти. Принял образ раба. Он был Бог. Он был в начале всех. Но и Он имел начало. Но и Он имел начало. Он начало всех начал, но Он имел начало. То есть, даже Слово Бога великий статус имело. Но над Ним тоже есть Бог, Который это Слово сказал. Вы понимаете? Над всем творением есть Бог. There is God over all the creation. Да. И Он Слово Бога. Но Он Его сказал. Он Его родил. He spoke with the Word. He gave birth to all the creation with His Word. Слово Бога начало всех творений. The Word of the God is the beginning of all the creation. Это образ невидимого Бога, который когда-то начал быть. It is the image of the invisible God that started to exist at some point. Как о нем говорится, сейчас почитаем в каком месте Колоссянам 1, 15, 20. Который есть образ Бога невидимого. Рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое. For by Him all things were created that are in heaven that are on the earth visible and invisible. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, вот над кем Бог есть, Бог богов. Where the thrones or dominions or principalities of powers все им и для него создано и он есть прежде всего и все им стоит. All things were created through Him and for Him and He is before all things and in Him all things consist. И Он есть глава тела церкви. And He is the head of the body of the church. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первородство. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that all the things He may have the preeminence. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него. Кровью Креста Его и земное и небесное. В Иисусе как в Сыне Божьем и в Сыне Человеческом соединил земное и небесное. И в Него вложил всю полноту, то есть и Слово Своё, и власть Свою, и Дух Свой. И в Иисусе это все для нас совершилось, понимаете? Потому что Он человек был. Сын Человеческий, вся полнота, все вложено было в Сына Человеческого. И в Нем было соединение человека с Богом, и через Него теперь мы одно с Богом, понимаете? И через Него была воскресенье между человеком и Богом, и через Него теперь мы вместе с Богом. То есть Бог вернул нам статус Божества. Он создал нас владыками. Так ведь написано «Владычествуйте над землей». Но мы потеряли это владычество. А через Иисуса Христа приобретаем это владычество. Знаете, немножко печально видеть, что будучи владыками, не владычествуем. Имея вот эту власть Божества. Не пользуемся Ею. Не можем повелеть ветру прекратиться. Хотя это дано. Исцеление, бесов, изгнание. Иисус сказал, это все верующих будет сопровождать. Вот когда Павел говорил в Афинах, он тоже назвал нас очень интересно. Он сказал, мы род Божий. Я думаю, что мы все себя называем родом человеческим. А мы, будучи родом человеческим, являемся родом Божьим. Те, которые во Христе, мы как Иисус, первенец, и человек, и Бог. Вы понимаете что-нибудь? Вот посмотрите, как сказал Павел интересно. Деяние 17, 28, 29. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. родом Божьим, не должны думать, что Божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Ну, род Божий. Род Божий. Это мы, понимаете? Род Божий, Сыны Божьи. А когда Он сказал, вы сущности Боги. И Бог есть Бог Богов. И Бог есть Бог Богов. Он наш Бог. Бог Богов. Бог Господствующих. Бог Владык. Но чтобы вернуть нам этот статус, Он послал Сына Своего. То есть воплотился, чтобы вплоть это снова вошло. Чтобы нам опять принять этот статус Богов, соединившись в одном теле небесное и земное. Эта мечта была дьяволом. Он мечтал воплотить в земное свое. Если помните, Сыны Божьи сказано, но мы знаем, что это падшие ангелы спускались, соединялись, чтобы рождались, ну, рождались уроды. The Bible says, the sons of God who came down to the earth and the children were born of them, but these were demons. And God said that the Holy Spirit would not be ashamed for long. Не этого хотел Бог для человека. Он приготовил его через Иисуса Христа становиться родом Божьим. Не родом падших ангелов, а родом Божьим. У Иоанна 8, 28-29 говорится, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. И что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец Мой, так и говорю, пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. И что я не делаю ничего о себе, но как Мой Паре мне сказал, я говорю эти вещи, и Он, кто отправил Меня, он с вами. И Паре не оставил Меня alone, for I always do things that please Him. Интересная Суббота, когда вознесете Меня, тогда узнаете. А как узнают? Как? Когда вознесли, как узнали? Через воскресенье. Через воскресенье увидели, да, это великое чудо. Смерть Его не могла удержать. Тогда узнали, что это Бог. Что это Сын Бога. И вы знаете, что интересно, через воскресенье и мы становимся богами. Сынами Божьими. Но Он сказал еще одно очень интересное. Он сказал в сущности, что Бог в Нем никогда Его не оставляет. Бог в Нем. Он сущий от начала. Кто? Тот, который в Нем, сущий от начала. Не могли понять Иудеи, как это так? Он про себя, человек, говорит, сущий от начала. Какой он сущий от начала? Потому что очень тяжело понять эту тайну. Она очень тяжело переваривается. Что смотришь на человека и вдруг сущий от начала. Но в Нем было сущие Слово Бога, которое было от начала. И сейчас на нас смотришь, да просто люди, да просто человеки. И если вы скажете, нет, я Божий род, тоже выглядит не очень. Но когда Он говорит, узнайте, когда, когда в нас воскресенье живет, тогда никто не усомнился. Когда у апостола жило воскресенье, никто не усомнился. Хотели, наоборот, поклониться, пасть перед ними, сказать, вы Боги. Почему? Потому что вот эта власть, которая воскресила Христа, проявлялась в них. Понимаете? Власть, которая проявилась в Иисусе Христе, должна проявиться в нас. Когда в нас живет воскресенье, воскресенье Христа должно жить в нас. Он, суще от начала, должен жить в нас. Он хочет этого. И Он будет жить в нас, когда живет в нас Слово Бога. Пославший меня есть со Мною. Кто из вас может так сказать? Пославший меня есть со Мною. Я думаю, что каждый из нас может сказать. Другое дело, мы с Ними, или нет. Я могу сказать, пославший меня есть со Мною. И с вами тоже. Только Он был послушан. И мы должны быть послушны для того, чтобы и мы были с пославшим нас. Все мы посланы. И всех у нас есть послание. Какое? Идите и проповедуйте всему миру. и бесов изгоняйте, и больных исцеляйте, и крестите во имя Иисуса. Мы все посланы. Но мы должны принять это послание нечисто. Понимаете? Но еще хочу обратиться к тому, что сказал Иисус. У Иоанна 17,5 записано. Когда Он молился, Он сказал, ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежнее бытие мира. Я хочу, чтобы мы с вами поняли, кто молился. Молился Иисус, но внутри Него Дух молился. Потому что действительно Он имел великую славу. Это Слово Бога внутри Него. Слово Бога, которому было подчинено и покорено абсолютно все. Все им создавалось, можете себе представиться. Все. Все Ему было подчинено. Все высшие власти, начальства, все. Он был образ невидимого Бога. И Он говорит, прославь Меня этой славой. Но Он был в Иисусе. Вы понимаете, Он был в Иисусе. Что Иисус получает? Какую славу? Как вы думаете? Слово Бога. Он получает славу Слова Бога. Я хочу, чтобы мы с вами познали глубину всего этого. В чем состояла надежда Иисуса Христа? У Него была надежда. Вот мы все имеем надежду. Какую мы надежду имеем? Вот я могу сказать о себе. Я имею надежду на то, что когда я воскресну, я буду детем Бога. во славе Бога. Я еще не знаю, как это выразиться. Но у меня есть надежда. У вас есть такая надежда? А какая надежда была у Иисуса? У Него тоже была надежда. Его призвание. Вы знаете, что вот давайте мы с вами прочитаем место очень интересное. Ефесянам 1, 17, 23. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Ну, так как сейчас здесь была перестрелка, вы, наверное, не усекли, о чем речь еще разочек. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, то есть Иисуса. Но здесь идет параллель. И какое богатство славного наследия Его для святых, для нас. Как безмерно величие могущества Его в нас. То есть от Его надежды, от Его обещанного Ему зависит и наша слава. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной славы Его. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одеснуя Себя на небесах. Речь идет об Иисусе Христе. О Сыне человеческом, Сыне Божьем. Посадил Его, одеснуя Себя и дальше слушайтесь. Превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его. И поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Это Его надежда. Это Его надежда. И это Он восхитил. Потом мы с вами видим, что когда Он приходит на небеса, Господь Ему это все предоставляет. Это Его награда за Его послушание, за то, что Он сошел и совершил волю Отца. И Он открывает, что за это Он получает новое имя. Вы знаете, что имя каждого на небе, даже здесь на земле, оно значит многое. имя это статус. У каждого ангела есть имя как статус. У Слова Божьего имя это статус. Иисус наследует новое имя. Он наследует статус на небесах, которому все подчиняется и все покоряется. Слову Божьему было это все покорено? Было? Значит, речь идет об Иисусе. О Сыне человеческом. О человеке, которому Бог хочет все подчинить и покорить. Представляете? Конечно, кроме Себя самого, который есть. Бог Богов. Владыка Владыка. Господь Господствующий. Итак, это наследие Иисуса. Великая награда. И Он говорит, что побеждающего сделаю столпом в храбе Бога Моего. И Он уже не выйдет вон. И напишу на Нем имя Бога Моего и имя Града Моего Нового Иерусалима. Нисходящего Нисходящего с неба от Бога Моего и имя Мое Новое. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит Церкви. Какое имя Иисус получил новое? Не задумывались над этим? Мне так было всегда интересно. Но в Откровении 19.13 говорится, Он был облечен в одежду обогренную кровью. Имя Ему Слово Божье. Он получил это новое имя Слово Божье. Когда Он вошел в небеса, какой великий статус Он получил. Слово Божье. Поэтому Он сидит одеснуя на престоле. Он получил статус правой руки Слова Бога. Поэтому, говорится, Который вошел на небо и пребывает одеснуя Бога. И Которым покорились ангелы и власти и силы. Не сидящему на престоле им все создавалось. Но теперь уже Иисус имеет этот статус. Человек. Представляете? Итак, Слово Бога от начала своего происхождения на небесах имело статус. Такое, что Ему покоряли все. Херувимы, Серафимы, ангелы, архангелы, силы, начальства, власти. Все. для Него все создавалось, им все создавалось. Но Иисус восхищает это так же. Иисус восхищает эту власть. Это была Его надежда и Он говорит, я хочу разделить ее с побеждающими, со святыми. Это была Его надежда и Он говорит, я хочу share with the saints. Когда в Захарии написано было, я дам тебе, дам, значит еще не ходил, дам тебе ходить между сими стоящими здесь. Выслушай же Иисус и Иерей великий, ты и собратья твои сидящие перед тобой мужи знаменательные. И мы с вами через Новый Завет видим, что Он это все восхитил. Вы знаете, в Псалме Давида очень интересное описание идет. Когда Он поклонялся Богу и как бы пророчествовал и говорит, когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его. И Сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. Славу и честью уменчал его. Поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Овец и волов всех и также полевых зверей и птиц небесных и рыб морских. Все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. О, Лорд, О, Лорд, как величественное Твоё по всей земле. Давид смотрел на небеса и увидел, что человек ничтожен, а ему всё подчинено, всё Бог дал во владении. Но мы видим, что он здесь пророчествует об Иисусе. Когда Иисус пришёл, ему всё подчинялось. Падшему человеку всё не подчиняется. Но Иисусу всё подчинялось. Кто, что ему и буря, и ветер всё подчиняется, помните? Однако и не только это. мы видим с вами и другое место, которое говорит уже о Его величии и другом. Посмотрите, как говорит Писание. Очень интересное место. Давайте мы с вами его зачитаем. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его перед ангелами, славой и честью увенчал его. И поставил его над делами рук твоих, всё покорил под ноги его. Он говорит более глубоко открывая втайну об Иисусе. И о нас, когда мы восхищаем славу Иисуса. Когда же покорил ему всё, то не оставил ничего непокоренным ему. это пророчество о том, когда он вошёл в небеса. Ныне же ещё не видим, что всё было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисуса. Который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого всё и от Которого всё, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения, их совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаем все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братья моим. Посреди церкви воспою и воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых ты дал, мне дал Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти. То есть дьявола. И избавить тех, которые от страха смерти, через всю жизнь были подвержены рабству. ибо не ангелов воспримет он, но воспримет семя Аврамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом. для умилостивления за грехи народа, ибо как сам он претерпел быв искушен, то может искушаемым помогать. И так мы видим, что всю власть и всю полноту наследует человек. И в Иисусе Христе мы наследники, мы сам наследники, этой славы. Мы во Христе сам наследники, понимаете? Дети Бога, род Божий, имеющие владычество, имеющие то владычество, которое воскресило Иисуса Христа. Владычество Его вечной державы. Но чтобы не умереть как человеки, нужно верой это принять. Нужно верой это познать. Надо знать, что Бог наш, Бог Богов, Господь господствующий, Владыка владычествующий, понимаете, и не только на небе и на земле тоже. и мы с вами призваны вот в этот удел. Иисус Христос, как Сын человеческий, все это совершил для нас, ради нас. Принес нам эту победу. Принес нам вот эту славу, вернул человеку славу. Вы род Божий. Осознайте это. Ходите как род Божий. Ходите как принятый его дел, которым подчинено и ангелы Божьи, и силы, и начало. Если вы это осознаете, если вы будете жить как Сыны Божьи, то будете и творить дела Божьи. А все остальное уже за нас сделано. Нам только надо принять верой. Все остальное совершено. По вере мы получаем спасение. Но не надо останавливаться только на спасение. Вы призваны в надежду Иисуса Христа, в Его удел. Вы не призваны только в спасение. Не оставайтесь на этом уровне. Это очень обидно, очень печально. Имея такое, такую надежду, остаться просто в спасении. Не прозевайте. Вы сейчас имеете возможность. бежать как наристо риж. Это рейс. Это рейс. Субтитры подогнал «Симон»